Новый год – один из главных праздников, которые так любят дети. Хороводы вокруг елки, веселые танцы и общение в кругу родных – главные составляющие праздника. Однако среди юных любителей зимнего веселья есть и те, кто встретит новый 2024 год в стенах лечебных учреждений. Именно для таких маленьких пациентов Минздрав региона совместно с руководством детской клинической больницы устроила новогоднюю акцию. Все подробности у Мадины Исмаиловой. Добрые пожелания скорейшего выздоровления, хорошее настроение и новогодние подарки с доставкой прямо в палату. Ульяновская областная детская клиническая больница продолжает традицию. Поздравления с новогодними праздниками, сладкие угощения – ежегодная акция для мальчишек и девчонок, которым по стечению обстоятельств приходится встречать Новый год в стационаре. Это уже действительно, наверное, стало традицией в нашем лечебном учреждении. В последние предновогодние дни мы проводим очень много акций, в том числе с участием благотворительных фондов, с участием исполнительных органов государственной власти, наверное, для того, чтобы поднять детям настроение, чтобы они тоже ощутили этот праздник. Мы облицем лица здравоохранения региона, хотим вас поздравить с наступающим Новым годом, пожелать самое главное вам здоровья и быстрее возвращаться домой уже полностью здоровыми, поступать к школе и радовать ваших родителей. Организация праздничного настроения – миссия важная, поэтому подошли к ней со всей ответственностью. Хотелось бы немного скрасить их нахождение здесь, и мы сорганизовали с Министерством здравоохранения региона и решили подарить этим детишкам сладкие подарки. Лечебные будни Марата Забарова не пестрят разнообразием. Ем, делаю процедуру, играю в телефон. Однако сегодня у мальчика день рождения, и в приложении к основному подарку он обзавелся еще и дополнительным – мозаикой, которая скрасит рутинное лечение. Нет, не ожидал, но мне очень понравилось. К слову, выписка ожидается со дня на день, поэтому встретит Новый год он уже в кругу родных и близких. Так же, как и его товарищ по отделению Кирилл Куприянов. Неожиданный сюрприз застал его в палате, и сладкий подарок ненадолго остался запакованным. Нам, правда, подняли настроение с неожиданным сюрпризом. Появился министр здравоохранения, поздравил с Новым годом, сказал очень приятные и теплые слова. Подарил подарок новогодний сладкий сыну. Что скажешь, понравился тебе подарок? Да. На данный момент в детской клинической больнице восстанавливается порядка 240 детей, однако больше половины из них выпишется домой к празднику. Для оставшихся же 100 ребят медицинский персонал создаст все условия для хорошего настроения и веселой встречи Нового года. Мадина Исмаилова и Сергей Свешников. Вести. Ульяновск.